В этот день 27 декабря родились Павел Третьяков, предприниматель и меценат, основатель всемирно известного музея Василий Маргелов, герой Советского Союза, один из отцов-основателей ВДВ Советского Союза 27 декабря 1979 года в результате штурма дворца советскими спецподразделениями был убит президент Афганистана Хафизулла Амин Это стало началом многолетней войны в Афганистане В этот день 27 декабря 1929 года была провозглашена политика сплошной коллективизации В начале 20 века сельское хозяйство в Российской империи претерпело заметные изменения Прежде всего благодаря Столыпицкой реформе Одно из главных нововведений знаменитого царского премьер-министра состояло в отмене коллективной земельной собственности Если раньше испокон веку земля в деревне никому конкретно не принадлежала и буквально владел сельский исход То теперь появились первые российские фермеры Крестьяне наконец и стали полными хозяевами В считанные годы Россия обогнала по урожаю зерна США ведущего производителя того времени Но в 1927 году советская власть, хающая все буржуазно и царскую тиранию Решила провести свою реформу и вернуть форму коллективной собственности Ввести колхозы Кто-то и сейчас считает это решение символом года Великого Перелома Для других это геноцид собственного народа Как и многие советские нововведения, коллективизация проходила под лозунгами борьбы с врагом Главным врагом трудящихся объявили зажиточных крестьян, кулаков, мироедов Так что появление колхозов и раскулачивание шли рука об руку Казалось бы, найти врагов было несложно Кулаки использовали наемный труд, следовательно, они эксплуататоры Большие их посевные площади, по задумке авторов плана, переходили в бедноте, составляющей до половины всей деревни Правда, быстро выяснилось, что не везде богатые хозяева держали наемных работников И вообще четких критериев определения кулачества выработано не было Кто-то отправлялся в ссылку и за лишний мешок зерна, и за собственную мельницу на участке Кто-то имел два самовара, а кто-то слишком часто ходил в церковь Тоже, чем не классовый враг Часто было достаточно доноса от соседа, чтобы целая семья отправилась в ссылку на восток Такая нематюральская деревня сильно пустела после отправки семей в Сибирь А на их место пребывали раскулаченные из центральной России Правда, случалось, что если кулак был работающим и уважаемым в семье, он мог занять место председателя колхоза Так, единственный зажиточный крестьянин Сидор Бабошко из маленькой деревни на Днепропетровщине В первых рядах записался в колхоз и впоследствии возглавил его Говорят, что руководил по справедливости до самой войны, когда и пропал на фронте А вот на Псковщине некто Алексей Столяров добровольно переписал свое имущество на государство Партия дар приняла, но из списков на принудительное выселение так и не вычеркнула За считанные годы около 4 миллионов крестьян подверглись ссылке, около 600 тысяч из них погибли Опасаясь увлечения в принадлежности к эксплуататорскому классу, крестьяне сокращали пассивные площади, забивали скот, прятали зерно Результаты коллективного труда в наскоро созданных колхозах продавались государству по необычайно низким ценам Но общее благо необходимо было отработать не меньше 80 трудодней, но только потом заниматься работами на своем личном участке для себя Размер личного участка, как правило, не превышал полгектара, на практике едва ли достигал одной четверти Несмотря на то, что проводились принудительные хлебозаготовки, неурожай 1931-1932 годов привел к страшному голоду Погибли миллионы Способствовала тому и коллективизация Многие оказались разорены, припрятать излишки урожая под назором издесущих доносчиков было непросто Коллективизация завершилась в 1938 году Определенные результаты она принесла Валовый продукт за первые 6 лет увеличился на 8%, вместо плановых 50% Широко вводилась механизация По полям сотнями пошли тракторы, расширились пассивные площади Одну печаль Для достижения успехов за ценой не постояли 10 лет коллективизации стоили миллионов поломных и оборвавшихся жизней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok